Время новостей на нашем канале. С вами Вадим Федосеев. И вот о чем я и мои коллеги расскажем прямо сейчас. В Архангельске открыли отреставрированную мещеть. На церемонию открытия приехали президент Татарстана и председатель Совета Муфтиев России. 50 лет ожидания и миллионы рублей инвестиций. Чистая вода наконец пришла в поселок Саватия. Отдай свой голос. В городах региона продолжаются выборы территорий, которые будут благоустроены по федеральной программе. В Виноградовском районе разрушена ледовая переправа. Накануне днем лесовоз проломил лед на переправу через Северную Двину в районе поселка Березник. Сейчас проезд здесь возможен только для автомобилей весом до 5 тонн. В дальнейшем будут проводиться работы по устранению этого пролома. Замораживаться опять будет переправа, чтобы попытаться повысить ее грузоподъемность. Но, к сожалению, такие нарушители нам, всем жителям данного района, не позволяют нормально пользоваться транспортным сообщением. Архангельск-Автодор планирует обратиться в полицию, чтобы взыскать с нарушителя грузового режима затраты на восстановление переправы. В деревне Боброво Приморского района пожар полностью уничтожил здание придорожного кафе. Возгорание заметил сторож. По его словам, оно началось с электророзетки. Не совсем ясно, был у мужчины мобильный телефон или нет, но чтобы сообщить о ЧП, он сам побежал в Бобровскую пожарную часть. На это ушло около пяти минут. Драгоценное время было упущено, и несмотря на то, что пожарные трех отделений боролись с огнем здания, отстоять не удалось. Оно полностью уничтожено и восстановлению не подлежит. Причина пожара и ущерб устанавливаются. События российского масштаба и еще один шаг в укреплении отношений между регионами и представителями разных конфессий. В Архангельске открыли восстановленную мечеть. Накануне здесь отслужили первый намаз. На торжественную церемонию приехали президент Татарстана Рустам Мениханов и председатель Совета Муфтиев России шейх Равиль Гайнудин. Единственная деревянная и самая северная Архангельская мечеть вновь приняла верующих. Специально на торжественную церемонию прибыла делегация из Татарстана во главе с президентом республики и председателем Совета Муфтиев России Равилем Гайнудином. Сегодня нас собрало вместе важное событие, торжественное открытие после реконструкции исторической мечети города Архангельска. Это одна из самых северных мечетей на земном шаре. После завершения официальной части в мечети был совершен первый намаз. Сегодня в регионе проживает около 10 тысяч мусульман. Открытие мечети – важное событие для каждого из них. Для меня это большая радость. Я очень рад, я очень долго ждал этого. Теперь, дай Бог, по-мусульмански говоря, инчааллах, на всю волю Аллаха мы будем проходить сюда и молиться будем. За всех, за весь Архангельский, за всю Архангельскую область, за всю Россию. В многоконфессиональном Архангельске мечеть была построена в 1905 году. В советские годы она лишилась минорета и использовалась не по назначению. К началу 21 века здание сильно обветшало. Восстанавливать его начали в 2012-м. Реставрацию профинансировало объединение Нур-Ислам при поддержке правительства Республики Татарстан. Однако в 2014-м, после крупного пожара, деревянное здание было почти полностью уничтожено. Потребовались дополнительные средства и усилия. Это в очередной раз подтверждает, что это северная земля, тепла для всех, кто чист, добры, помыслами и понимает, что жить надо вместе и созидать надо вместе. Важно, чтобы каждый мог найти свое пристанище. И сегодня объект, который мы с вами открыли, это место, куда могут прийти мусульмане и поделиться своими борестями, своими радостями, обратиться к Богу. Это важно для человека. В мечети могут одновременно молиться около сотни верующих. Еще почти 500 человек могут разместиться на ее территории. Здесь вот есть зодчество деревянное, традиции ислама российского. Российский ислам, он самый толерантный, самый... Вот сейчас мир в такой сложной ситуации. Мы крупные промышленные регионы, республика Татарстан и Архангельская область. И структура наших экономик, она несколько друг друга дополняет. Сегодня между Архангельской областью и Татарстаном успешно развивается сотрудничество в сфере транспорта, агропромышленного комплекса и торговли, молодежной политики и туризма. Вадим Федосеев, Евгений Зыков, Регион 29. Ремонт подводных лодок по заказу ВМС Индии идет по графику. В центре судоремонта «Звездочка» закончила работу делегация во главе с вице Адмиралом Пабе. Он лично осмотрел субмарины, которые находятся на ремонте, и высказал удовлетворение темпами работ и их качеством. В прошлый мой приезд у нас были некоторые вопросы по срокам. Была проделана большая работа и рад отметить, что завод справился с возложенной на него нагрузкой и успешно преодолел все трудности. Кроме того, гости отметили усилия российской стороны по обеспечению комфортного пребывания семей, индийских моряков и гражданских специалистов, занятых в обеспечении ремонта субмарин. Ценный груз пришел в Архангельск из Центра избиркома. 13 600 марок для специальных заявлений от избирателей. Такое заявление пригодится тем жителям страны, которые планируют проголосовать не по месту прописки, но при этом обычные заявления подать уже не успели. Спецзнаки, прибывшие сегодня в обл. избирком, наклеиваются на избирательной бюллетени специальные заявления, тем самым уберегая их от подделки. Марочка разрывная, сделана также на госзнаке, поэтому номерная, единая нумерация по всей территории Российской Федерации. Вот эти марочки сейчас распределяют по территориальным избирательным комиссиям. Услугами специальной связи они будут доставлены до территориальных комиссий. Дальше территориальные комиссии будут доставлять их самостоятельно в участковые избирательные комиссии. Марки отправятся по всей области в специальных сейф-пакетах. Они обеспечат сохранность в период всего путешествия до ТИКа. Стоит заметить, что такое заявление можно будет подать только в участковую избирательную комиссию по месту жительства в период с 13 марта до 14 часов 17 марта 2018 года. Грядущие выборы президента страны пройдут под контролем гражданского общества. Кандидатов в наблюдатели отбирает общественная палата. Причем происходит это повсеместно. На юге региона председатель общественной палаты Архангельской области Александр Андреев провел ряд встреч с активистами общественных и ветеранских организаций. Он посетил Ленский, Великутский, Верхнетоймский районы и город Котлас. Напомним, в конце прошлого года Владимир Путин подписал закон, наделяющий общественные палаты правом назначать наблюдателей на выборах президента страны. Их цель – защита избирательных прав граждан и обеспечение открытости избирательного процесса. Независимые наблюдатели смогут увидеть происходящее на избирательных участках не только во время их работы, но и после закрытия. И лично убедиться в прозрачности и честности выборов. Острая кишечная инфекция обнаружена у воспитанников детского сада номер 123 АБВГД и Ковархангельске. С 31 января по 4 февраля зафиксировано 6 случаев заболевания. В настоящее время на карантине 4 группы. Все дети находятся под медицинским наблюдением. В противоэпидемических целях в настоящее время садик не функционирует. Он закрыт на 7 дней. Трое из зараженных детей госпитализированы. Еще трое проходят амбулаторные лечения. Их состояние на данный момент считается удовлетворительным. В настоящее время ведется расследование причин появления инфекции. В поселок Саватия пришла чистая вода. На реконструкцию старой системы очистки в маленькое ведомственное поселение Котловского района вложено несколько миллионов рублей. Елена Кермич с подробностями. Вода текла очень рыжая и с запахом. И если постоит немножечко, уже осадок образовывался. А сейчас нормально. Нормальная вода пришла в Саватию спустя полвека. До этого вспоминает старожил гарнизона Раиса Константиновна Барна. Чтобы приготовить пищу, приходилось ходить в местную деревню на колодец. Еще в начале 2000-х Саватия была летным гарнизоном. Мирное небо охраняли несколько десятков современных мигов. Лет 5-6 назад воинская часть была расформирована. Эскадрилья передана в Манчегорск. Как ни странно, сегодня гарнизон Саватия принадлежит Северному морскому флоту. Вместо 2000 человек здесь осталось всего 350. В основном это, конечно, гражданское население. О которых, тем не менее, Министерство обороны не забывает. Именно Министерство обороны инициировало масштабные работы по модернизации ведомственных коммунальных систем. Не стало исключением и маленькая воинская часть на юге Архангельской области. Саватияевская станция водоподготовки около 50 лет. С годами ее возможностей по мере ухудшения качества водоисточника стало не хватать. Для исправления ситуации была запущена вторая ступень очистки воды. Северные реки, они очень цветные. И без процесса коагуляции цветность полностью не убрать. Также присутствует много железа. Окисляемость не в норме. На реконструкцию действующей системы ушло полгода. За это время своими силами, без привлечения сторонних организаций, специалисты станции модернизировали рециркулятор-отстойник, отремонтировали фильтр, изготовили установки по приготовлению и дозированию современных реагентов для очистки воды. Теперь ее показатели даже ниже предельных норм Санпина. Речная вода поступает на очистные сооружения водопровода с цветностью 80 градусов. Затем она проходит двухступенчатую очистку, отстаивается в осветлителе. И в сеть уже поступает с цветностью меньше 20 градусов, то есть 12 градусов цветности. И это только полпути. В планах предприятия модернизировать второй осветлитель и фильтр, изготовить вертикальный смеситель. Для стабильной работы станции за сутки она обрабатывает до 400 кубов воды, приобрести резервное оборудование. Елена Кермич, Алексей Вачик, регион 29, Котловский район. Предварительное голосование по выбору территории для благоустройства по программе формирования комфортной городской среды завершится уже в эту пятницу. Своеобразные выборы организованы в восьми муниципалитетах области, население которых превышает 20 тысяч человек. В Архангельске урны для голосования размещены в администрациях округов и в крупных культурных торговых центрах. Кроме того, на сайте администрации Архангельск организовано онлайн-голосование. Городские власти также предлагают пригласить на предприятие или в организацию специалиста с переносной урной для приема бюллетеней. Так, возможность выразить свою позицию была предоставлена чиновникам правительства региона. Проголосовал здесь и глава Северодвинска Игорь Скубенко. Я проголосовал за участок, парковую зону, за кинотеатром «Русь». Ну, это мой выбор. Безусловно, горожане сами должны посчитать, какая территория наиболее важна для города Архангельска в 2018 году. А выходные выездное голосование прошло на празднике спорта на главной площади города. В дополнительном списке «Свободная графа» я там добавил. Около кинотеатра «Искра» – это угол Тройского проспекта и Комсомольской улицы, там, где камень комсомольцам стоит. И там три дома, девятиэтажки, одноподъездные. И там, мимо кинотеатра, проходит аллея, заброшенная за старелыми деревьями, к первой школе, школьники, где проходят, ее нужно реставрировать. Вот хотелось бы, чтобы в Руси там порядок навели, вот, хотя бы расчистили их, а к весне, может быть, даже поправили бы плиты, которые торчат, как тарусы. Ну и почетность старине при вокзалке, чтобы сделали хороший нам тротуар. Напомним, чтобы отдать свой голос за выбор общественного места для благоустройства, не обязательно иметь при себе паспорт. Его перу принадлежат одни из самых знаменитых портретов отечественных знаменитостей и влиятельных людей страны. Избранная, так называется, выставка работ знаменитого российского художника Ника Сософронова, которая открылась в Архангельском музее ЗО. Владлена Романова узнала, в чем суть авторской манеры мастера под названием Dream Vision. Репродукция портрета Владимира Путина в исполнении Ника Сософронова нередко встречается в кабинетах чиновников. Увековечить себя в картинах популярного художника стремятся самые знаменитые лица страны. Экспозиция, привезенная в Архангельск, включает свыше ста лучших работ за более чем 30-летнюю творческую деятельность художника. Здесь можно увидеть как классические портреты и пейзажи, так и полотна, выполненные в авторской запатентованной манере. Обратите внимание, какая интересная техника Dream Vision, впечатление, сновидение. И действительно, создается впечатление, будто здесь несколько слоев живописи, несколько слоев мазков. И действительно, если мы приглядеться, то их более 20. В то же время, как в свое время импрессионисты черпали вдохновение в живопись, которую лучше рассматривать издалека, так же и Никаса Сафронова, как импрессионисты, черпает вдохновение и накладывает слой за слоем, поражая наше воображение и наше впечатление. К сожалению, автор не смог лично приехать на открытие выставки из-за обострившейся болезни руки. Но в качестве комплимента от Никаса Сафронова всем пришедшим дамам вручили по белой розе. Благородно, как и само творчество мастера. Сама выставка, как, наверное, любая, производит абсолютно разное впечатление. И самое главное, что она трогает. Какие-то вещи заставляют просто восстановиться, посмотреть, вчитаться в то, что ты видишь. Анимализм – один из любимых жанров художника. Никас Сафронов считает, что каждому человеку соответствует определенное животное. Женщин в силу их грациозности и мягкости автор часто изображает в виде кошек. Работы Никаса Сафронова вызывают восхищение и непонимание, любопытство и споры. Он не претендует на какую-то основательность, как бы он в мире, но есть шаг. Это художник, получивший классическую академическую школу. И в мастерстве ему отказать нельзя, но у него есть. Но, несмотря на это, он коммерческий художник, который преследует свои цели и играет с наследием европейской живописи, перерабатывает сюжеты, которые мы знаем. Так, например, знаменитая Джаконда Леонардо да Винчи в фантазии Никаса Сафронова одета в тулупчик и улыбается нам с тибетских гор. Увидеть альтернативную Мону Лизу и многое другое можно будет до 4 марта. Владлена Романова, Евгений Зыков, Регион 29. Свыше 4 тысяч архангелогородцев приняли участие в празднике «Россия – спортивная страна». Мероприятие было организовано Региональной Федерацией Хоккея с Мячом в честь Дня зимних видов спорта. Основные события происходили на площади Ленина. Для горожан было организовано множество спортивных площадок. Например, хоккей на валенках, поднятие гири в веселых стартах. А известные спортсмены страны и региона провели с горожанами зарядку на свежем воздухе. Прекрасная погода, несмотря на легкий морозец, снежок. И мне очень приятно, что сегодня много пришло людей, людей, которые заинтересованы, я надеюсь, здоровым образом жизни, занятием спортом, физкультурой. Поэтому это не может не радовать. Также на празднике состоялся парад шествия в поддержку российских спортсменов-олимпийцев. Такие новости к этому часу. Информационные итоги понедельника смотрите в программе «Автограф дня» в 19 часов на нашем канале. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова